всем привет gq7 сегодня у нас такой коротенький будет обзор сейчас получают они номера на тестовую машину как только все это дело срастется и возможно прокатимся на тест драйвии на этой машине и так далее тогда уже более подробно посмотрим о том а сейчас просто пока посмотрим знаете нас датчики парковки спереди и туманки решетка огромная уже видите сетка стоит и такой прикольный цвет крыша черной стойки черные полностью все до окантовка тоже все черное такой интересный стиль дизайн вот такие вот огромные колеса смотрите тоже прикольная здесь 3550 r19 и тут ведь у нас 1 2 3 такая чуть ли не трехэтажная оптика сделано конечно прикольно здесь видите куча камер стоит всякие до открываем дверь нас такая проекция если чего доступ к и легкая тонировка ну понятно что за дисковые тормоза и тут видите у нас дверь порог закрывает что очень красот красот здесь открывается обратите внимание бензин тип 11 2 и выше да ну вот это конечно сюда несколько поражает моторы мощные а бензин разрешает заливать именно такой девяносто второй не знаю вот так все это дело открылось все в пластике во первых это как типа как шумка во вторых здесь у нас еще и эстетически все это хорошо то есть не голый металл и не на кнопка закрытие багажника имеется подсветка вот тут спрятан треугольник хорошо ну такой багажник тут у нас туда тоже может положить счету тоже что можно положить подсветка давайте посмотрим толстые полики тут у нас полно размер на запаска тут обратите внимание все зашумлено органайзеры шума будет мало хорошо и шторочка и обратите внимание здесь такие вот эти специальные коржи то есть но направляющих просто тянем и все и закрылась не нужно вот это вот ловить как знаете в некоторых а тут вот это мне нравится и куча вот этих такелажных крючков хорошо розетки имеется вот такой вот закрываем достаточно быстро и да и бесшумно датчики парковки имеется ну естественно здесь подвеска независимая вот так все но здесь тоже такая черная вставочка давайте почитаем еще раз так объем багажника 412 литров мощность мотора 186 лошадей и 275 ньютона метров бензиновый турбируемый мотор 1.6 робот dst 7 ступка мокрый привод полный расход топлива заявлено смешанные 8 и 2 литра это у нас комплектация supreme полный привод и двухтонная но то есть цвет кузова и черная крыша 19 диски климат-контроль две зоны проекционный дисплей система мониторинга давления в шинах камеры кругового обзора бесключевой доступ и запуск двигателя беспроводная зарядка для смартфона обогрев пересидений и руля но и доп их защита картера почитайте 3 844 900 со скидками 3 514 900 ну а если вы хотите купить такую или иную новую машину выгодно то обязательно загадите на сайт автоспорт точка ру тут собраны все предложения от официальных и дилеров сразу со всеми скидками акциями и предложениями вам не нужно ездить по всем автосалону смотреть какая комплектация какая машина у кого есть у кого нет на сайте вы сразу видите именно те предложения что стоят в данный момент у дилеров а чтобы зафиксировать за собой скидку вам достаточно выбрать марку модель цвет комплектацию вбить номер и телефон все за вами машина бронируется с вами связывается менеджер обсуждаете детали сделки и и забирать автомобиль все просто а сайт бесплатный пользуйтесь ссылку оставил в описании давайте присядем что он предлагает видите на широкий угол дверь открывается мягкий вверх понятно тот он как тут так сюда так футуристично сделано на день на смеется подсветка контур 1 контур 2 нарочито видите как сделано типа такие болты крепят ну а другой стороны она и прикольно да под такой брутальный дизайн и как бы и такие болты тоже подходит молодцы я сначала думал что это ручка нет просто так сделано эти серебром отделка ручка вот здесь она как ниша такой есть на рост пальцами не соскочат этот тоже все мягким отделана и ниша динамик динамик тот электро сидеть и все привода пояснище подплошь все имеется и широкая ткана у нас сидушка подушка и тут еще имеется перфорации давайте присядем видите на у нас тут металлические накладки на педалях электронный ручник открытие багажника судный салона и тут увидите как все сделано по-современному такая вот у нас приборка видит отдельно экранчика ну и соответственно вот такая здесь большая панель единственно что я как бы ну почему вертикально сделано понятно что так информации больше а если смотреть видео допустим да то желательно чтобы вот периоды была большая функция переворачивание да было бы вообще класс вообще класс видео радио руководство пользователя видите достаточно быстро все работает в ау тут целая книга наверно да видите как все это листается все быстро ну да так назад еще раз домой карты сейчас не знаю что отрисует или нет 2d 3d ищет пока да ладно не будет время тянуть фотогалерея телефон центр управления автомобилем в центр но видит задняя дверь блокировки окон открыть люк все такое bluetooth звук давайте посмотрим навигация голос на умения расширить что тут еще расширить типового музыка по bluetooth телефон сигнал тревоги и так далее прикольно громкость громкость скорости низкая ну в общем тот один разное все нужно настроить да и все глазовой помощник система формат отображения времени настроить часов пояса да и так далее память 116 гигабайт используется 16 все то же чем она использована но не не знаю может картами так ну и ладно по машине что пожалуйста мы через сочи питания на он музыка и избе это нас что среди какая кнопочка такая маленькая ладно не будем мучить потому что до на тесте посмотрим но большой экран графика отлично такой пухлый руль до упор для пальца все имеется работа с круизом но это увидите как в тигонах потом уже который последний шли вот это все тоже такое сенсорное но и и народ начал жаловаться что как было так и так и там это дело убрали но не знаю китайцы видите они идут продолжает идти своим путем возможно к этому привыкаешь ну как то вот чуть-чуть но это надо уже все на ходу из тестить здесь что найти какая шаба большая пенсионер здесь у нас включение подогрев сидений вот так часики подогрев сидений трехступенчатый аварийка такой да и вот нас такой вот джойстик ручник все так положено подстаканники зарядка телефонов это все тоже отделано мягким тут на сторону все мягкой там проекционный экран имеется подогрев лобового стекла вот такой там целый трюмо прямо зеркало такое большое обычно вот такой маленький делать умереть и все зеркало подсветка все имеется то дыши для карточек что-то ручки нет но и вот опять же до обязательный атрибут имеется люк сейчас все и тесно закрыто и так далее ну то есть вот вот так и смотрите смотрится дверная карта со стороны красиво да посмотри что здесь достаточно так большой бардачок еще и можно ручку карандаш расположить мне тут подписчик скинул видео что его городе при покупке машины дает видеорегистратор айбокс я про это честно говоря первое слышу посмотрел на него обзоры в интернете и надо вам сказать что классная штука там оказывается есть еще анти радар ну скажу так подстраховка от дурака спросил у наших ребят у менеджеров у нас такая есть фишка или нет сказали что такого пока у нас нет но видимо там какая-то локальная акция от автосалона я так понимаю лица микролифт естественно что ремни по высоте регулируются смотрим да микролифт имеется давайте сейчас попробуем усесть так как будет удобно ну наверно вот так проверяем да вот это все регулируется есть вылет руля и просто тел регулируется вот так бы я наверно поехал чуть-чуть назад и повыше ну вот так бы я поехал да идемте посмотрим что сзади предлагает сразу подсветка все загорается здесь в принципе все точно так же и тут у нас тоже электро регулировки и тут еще виде как все сделано тоже еще дополнительность лежит контур подушки видите как сделано тоже они чуть удлинены чтобы удобно сидеть такой свет но все это не честно стало да карман еще кармашек еще кармашек хорошо вот как то так тут у нас видите вот такие вот воздухолоды то есть и все там тоже три кармашка вы там тоже есть индивидуальная подсветка и дикие широкие огромные вот эти подголовники бонусный крючок 1 и бонусный крючок 2 ну что такая добротная принципе машина сел сам за собой раз два три ладошки практически очень даже и неплохо так как вам если что сзади не ездить машина себе покупайте то как бы такой сидушки будет достаточно достаточно синяя естественно с профилирована для двоих вот втроем поместитесь и такое здесь имеется подлокотник интересно по наклону ну принципе вот видите можно сделать это повыше спинку и можно вот еще полностью то есть там полностью спинка утоплена часть а это вот подняли и вот смотрите мы положили это спинку и у нас ровный пол красота красота вот такая машина пишите комментируйте как он зашла не зашла всем пока счастливо погода о а а и и Спасибо.